Рязань Сергей Валентинович, с чего все началось? Как давно вы в профессии? И почему вы стали реставратором? Такая непопулярная, скажем, профессия Ну, профессия популярная Просто она вообще сложная Поэтому не все Все к нам берется, все ее очень быстро бросают Поэтому Не очень Распространенная, скажем так Было два моих учителя, два друга Реставраторы Которые посоветовали взять Самому попробовать отреставрировать Сначала отреставрировал один предмет Второй, и так потихонечку Увлекся, очень интересно Оказалось Иваново видно Результат своего труда, когда берешь вещь Это вам сколько лет было, когда вы отреставрировали Свой первый предмет? Первый шкаф-то Это я еще в институте учился Это где-то Где-то Не знаю, 24-25 И вы даже помните, что это шкаф Откуда он взялся? Я помню, потому что мне жена оставила денег На этот шкаф Чтобы шкаф купила А мне жалко было На него тратить деньги А мне вот один из реставраторов Сказал, Серега, вот у меня стоит шкаф Возьмите, покажу, как его В порядок привезти А я струны хотел купить Хорошие струны мне предложили Вот И мне его Не до мебели И я взялся Доблюсь Вот Он показал, как снимать Как снимать покрытие Как восстанавливать Вот Я его восстановил Жена была приехала Была счастлива Потому что красиво Много ящиков Много всяких полочек Она и не поняла, наверное, сначала Что это Нет, потому что это старинный видно Но наоборот хорошо Что он и старинный, и красивый И очень-очень удобный И массив дерева Ну, массив дерева, да и клоиски Кстати, тогда особо никто Но то, что он очень удобный Вместительный И главное, что приятно домой заходить Это факт И с тех пор вы в ремесле, скажем так Вот вы говорите профессию Сначала было как дополнение Как хобби А когда началась Самая перестройка 90-е Когда все переворачивалось С ног на ногу И с музыкой Там вообще Несколько раз С ног на ногу Все переворачивалось Вот Я уже открыл Кооператив по реставрации Вот Я преподавал в ПТУ Резьбу по дереву И параллельно Занялся уже Реставрацией серьезно Вот Где-то С этих времен Все это пошло Поехало А вот вы Обозначили в самом начале Что реставратор Это ремесло сложное Конечно Как вам далось С ним остаться? Около Больше десятка специальностей На то пошло И вообще В советское время Не было ни ПТУ Ни техников А только высшее образование С реставратором Сейчас полно Всяких Школ Курсов Все на свете Раньше так Потому что Научиться реставрации Довольно сложно Одно дело Навыки Какие-то Первичные Чтобы дома Что-то делать Винтажные Всякие А другое дело Когда серьезные Научные реставрации Музейные Где Допуски нужны Категория нужна Которую надо Подтверждать Время от времени Вот Поэтому Если брать По Гамбургскому счету Самый реставратор Это довольно сложно Общаться А в чем сложности Каким он должен быть Человек Который Станет настоящим Реставратором Какие качества Должны у него быть Самая главная Сложность Реставрации Дело в том Что В реставрации Есть два таких Основных Можно сказать Направления Первое Это надо Сделать мебель Такой Которая была Изначально Как ее мастер сделал Второе Надо сделать мебель Так Как она дошла До нашего времени То есть Два направления Абсолютно Деометрально Противоположены Их Вот надо совместить И вот на грани Вот этих И реставраторы Работают Чтобы это было И вещи Которые Видели Как ее мастер создал И в то же время Вот Это довольно сложно То есть Тут не столько Меня спрашивают А художественное образование Нужно Не нужно Художественное образование Не нужно Вкус нужен Художественный Причем Такой Вот У нас Есть Дворцы пионеров Моя любимая Учитель Заяна Михайловна Она говорила Воснецовых Я из вас Не сделаю Возможно Не всех Получится Научиться Разбираться В искусстве Любить прекрасное И иметь вкус Я вас И сам Этому я вас научу То есть Это самое важное Чтобы был Сам Именно Художественный вкус Потому что Иногда Вот надо Оставлять Следы времени Да Вот есть Какие-то Какие-то Они портят Вещи Какие-то Наоборот Украшают Вот это Простой человек Который Не то что простой Человек Который Вкус художественного Нет Он Скажется Я Подбегать Спрашиваю Вот эту царапину Убирать А вот эту Канавку убирать А человек Который Вкус есть Он видит Какое Что оставить Что убрать То есть Каждый раз Не набегаешься То есть Чему угодно Можно научить Это как В музыке Вот Слух Педагог Не приведет Можно развить его Развить можно Насмотренностью Наверное И слух Можно развить И художественный вкус Если хоть какой-то Если желание Главное Вообще Главное желание Конечно Желание Терпение Жуткое Усидчивость Трудолюбие Сила воли А бывает ли Вот говоря Об усидчивости Такие предметы Которые не Вот попадали Или вам в руки Такие предметы Которые По факту Не подлежат Восстановлению Сталкивались С такими Понимаете Вообще-то Отреставрировать Можно практически Все Смотря до какого Уровня И с какой Степени Поэтому Реставрация Часто очень Собирает Там их Пытается Сохранить Самое такое Что прямо В руках Разваливается То есть Но все равно Старается Так что А потом Вечно Если она Как-то в руки Попала Значит она Как-то Все-таки в руки Попала Значит все Что-то есть Есть за что Ухватиться Руками Когда Человек Что-то поднимает Она в руках Бывает и такое Кстати Стоит мебель Ее поднимает Она разваливается Полностью Почему там Жук съел Один лак Остался За счет Лака Держит Бывает и такое А вот еще Такой вопрос Много ли у вас На счету Скажем так В вашем послужном списке Так называемой Научной реставрации Когда вы какие-то Объекты культурного Наследия Нет Самый главный Объект Культурного Наследия Более того Это музей Тарковского В котором я Долго Сам занимался Мне еще Лариса Павловна Застала Жену Тарковского Она меня пригласила Сава Ямщиков К нам приезжал Мы же слышали Такой Знаменитый Реставратор Вот Там мебель Если будете В Шиловском районе Посмотрите Вот эта мебель Была Кстати Начинал ее Реставратор Сам Тарковский Он очень любил Реставрацию Вот Сава Ямщиков Это его увлечение Было Да Это его увлечение Вот Наш знаменитый Реставратор Который спас Не только Псков Там Боже знает Сколько Он Спас В нашей Советском Союзе Его консультант Вандарь Сава Ямщиков Ему приезжал Туда Помогал Подсказывал Учил А у него В имении Там тоже Какая-то Старинная мебель Да 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 У него там Серьезные мебели Из Италии Франции Он По всей Европе Собирал И в Москве Он покупал То есть Там у него Серьезные мебели Правда Конечно Тоже Залезли туда Ограбили Иконы Все стащили В общем Много книг И мебель Кое-какую Но все-таки Основной осталось Потому что Мебель все-таки Не так просто Унести Кровать Используется Андрей Шикарный Андрей Тарковский Сын Андрея Андреевич И Вот Сам Таня Самая Найденова Которая сейчас Там Родственница Тоже Которая сейчас Там работает Мне попросили Просто Батюшка Приезжал Они там Часовню поставили Были там Да Была Вот И вот Батюшка Когда освещал Вот будет тут Реставратор Вот мне там Помочь С циркой Вот я помогал Денег вообще Там были Посткопейки Иконостас Ну там шикарная Живопись Просто Вот я привозил Сюда в художественный Музей Лени Рощина Показывал Мы с ней Просто поражались Там Представляете Спас Меркотворный Иисус Улыбается Вы видели Чтобы на иконах Улыбался Иисус Вот там Мы сами с ним А это тоже Древняя икона Да Древняя Это старая церковь Причем С такими Католическими Мотивами Что мы даже Подумали Что скорее всего Строили итальянцы Какие-то Там Еще там Одна икона Тоже очень интересная Это Самое В движении Во храм Там Просто ступеньки Круглые Вот ни на одной иконе Мы все с Леной Рощиной Искали по интернету Ни одной иконы Такой не нашли Чтобы ступеньки Были То есть такие Уникальные Взрывы Уникальные вещи Да И роспись Причем Они были Действительно Просто в ужасном Состоянии Что там Вообще Мне предложили Даже не иконы Реставрировать А просто Хотя бы Оклады Восстановить А иконы Собирались Просто покрыть Бумагой Заказать бумагу День Софин Вот Но когда я привез Мы с Леной Открыли Во-первых Они были Не по докладнице Которые Знаете Лики расписаны Все было прописано По докладам Была шикарная Живопись И все-таки Мы все-таки Восстановили Там Считай За бесплатно И оклады И живопись Живопись Очень хорошо Вот Но чаще всего В повседневном Рабочем процессе Вам приходится Смене цен Взаимодействовать Бывает Небель Действительно Дорогая Вот Мне Я помню Сколько лет назад Давно уже Привозились С Москвы С Арбата Столпись На реставрацию Тоже 19 век 19 век Начало Шикарный Шикарный А я начал Разбирать И вдруг Смотрю Клеймо стоит 1938 год Гулах Лагерь Иванов Там Петр Иванович Кстати Цена возросла Сразу резко Изделие Хоть и не 19 век То есть Век Это еще Не показатель Стоимости Такая вещь Интересная Какой-то Мастер Начальник Какого-то Делал Такой Шикарный Просто Готическом Стиле Шикарный Стол Итак Мы здесь Видим В вашей мастерской Шикарный Комод Который Сейчас Прямо В работе Находится Да Это знакомые Кто-то То ли Продал То ли Подарил В Питере Квартиру Купил И Нам привозят Знакомые Друзья Мебель Предметы Интерьера Не только Мебель Вообще Изделия Изделия И двери Бывает Паркет Восстанавливаю Кстати В нашем Где губернатор Сейчас Забыл В одном из залов Бывает Паркет Восстанавливаю Лестницу Восстанавливаю Любые предметы И экстерьер То есть Наружную Наружные Наличники Прекрасные По президентскому Гранду Мы сейчас Десять наличников Восстановили И Десять наличников Сделали копии Вот это Копия С улицы Вознесенского Правда Здесь у нас еще Чистые исторические Элементы Которые мы в архивах Нашли Которые нет сейчас На Вознесенского У нас они здесь Но это еще не закончено Это все в работе У нас Вот Некоторые здесь Вот стоят Некоторые на улице У нас стоят Праздники у нас там было Вот Ну вы не один У вас есть и помощники И ученики Кто приходит к вам учиться Все желающие Мы всех приглашаем Обучение бесплатное Все кто хочет Пожалуйста Графика работы Свободной То есть Кто сколько может Столько и занимается Так что С удовольствием Делимся своими Секретами Никто ничего В себе В кубышке не держит Наоборот Только А есть ли у вас Вот ученики Которые прям пошли По вашим стопам Не просто как хобби Или там что-то дома Переделать Вот прям четко держатся линии Что вот буду реставратором Есть такие? Реставратор Ну вот Дима Саликов Вот Он сейчас реставратор Правда реставрирует паркет Но все равно Вот Он и на таганку реставрировал Сейчас театры Апереты в Москве реставрируют Да паркет То есть Такой серьезный Самый У него бригада Реставраторов Паркетчиков А так Ну смежными профессиями Люди шли Вот Валера Самокамышенко У него огромный Самый цех Столярный Шикарный столер Авторские вещи делает На высшем уровне То есть Это тоже такая Параллельная профессия Ради бога Кто-то Стал Отделочником Кто-то Столяром Кто-то Резчиком Подделок Кто-то Еще Чем Так что Не обязательно Потому что Реставраторов Все-таки Надо искать Поменение То есть Чтобы были заказы А для этого И имя должно быть Все-таки Это довольно Непросто Чтобы жить За счет только Реставрации Поэтому люди Берутся Я вот тоже Сейчас и занимаюсь Еще и авторской Мебелью И дизайном Параллель Но просто У меня еще Обучение У меня Время Совсем нет Но так Мы и авторскую Мебелью делали Делали в Москву Недавно Большую гарнитур Мои ученики Делали полностью То есть Мы не брали Никаких С улицы Мастеров Столяров То есть Все Пусть Долго делали Но зато Все сделали Своими руками Вот так Ежедневно И творится Волшебство В старинном домике На улице Салтыкова Щедрина Хотя Для реставрационной Мастерской Он давно Стал тесноват Сергей Валентинович И его ученики Пока только мечтают О большом помещении Но неустанно Продолжают трудиться Над сохранением Нашей истории Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин